всем привет друзья меня зовут максим с вами снова канал про дело сегодня у нас будет обзор шаблона который называется простор от разработчика очень популярного 899 замес значит данный шаблон у нас стоит на текущий момент 5489 рублей сегодня мы с вами рассмотрим стоит ли он этих денег да какой него функционал какие модули входят в комплекте как он вообще выглядит и стоит его вообще покупать также хочу обратить ваше внимание сразу что при покупке данного шаблона вы получаете бесплатную установку от разработчика при покупке просто выбирается данную опцию сообщаете разработчику после покупки доступа для установки шаблона и он соответственно вам бесплатно это все дело устанавливает а если вам нужно еще поставить движок если движок у вас не установлен то нужно будет доплатить 950 рублей если у вас движок уже установлен до который соответствует требованиям совместимости указанным вот здесь то собственно можно будет поставить на него уже данный шаблон итак здесь вы можете в описании шаблона почитать с какими версиями opencart совместим данный шаблон а на текущий момент данный шаблон у нас работает только под opencart 3 версии со всеми можно сказать популярными итерациями да сейчас есть уже opencart 4 версии но про него мы как-нибудь поговорим в отдельном видео также вы можете видеть доступные версии php то есть здесь у нас идет поддержка современных версий php начиная с 7.1 также вы можете посмотреть таблицы все особенности шаблона до которые у него присутствуют шаблон очень функциональный то есть здесь просто очень много всего интересного добавлено чуть позже мы с вами подробнее об этом поговорим и также вы здесь можете видеть текущие скорости да здесь раз в сутки обновляется информация то есть берется демка вот это да и прогоняется через сервис page speed мобильной версии скорость данного шаблона сейчас составляют 60 пунктов и соответственно пока версии 97 данный шаблон является универсальным как и большинство других шаблонов выпускаемых для opencart то есть это вы можете видеть в поле тематика магазина да принципе он подойдет под любые тематики так что можете не обращать большого внимания да вот не привязываться к вашей ниши к вашей тематике также данный шаблон поддерживает естественно быструю установку настройку quick start то есть после установки он у вас будет выглядеть в точности как на демо версии это очень круто это экономит много времени при работе и при установке шаблона а дальше у нас идет подробное описание шаблона до его функционала на этом я здесь останавливаться не буду давно сейчас на самом шаблоне настройках все это рассмотрим поговорим а что здесь еще стоит отметить стоит отметить что у нас данный шаблон здесь было написано до адаптирована с модулем simple естественно то есть вы можете запросить у разработчика через личку файл адаптации для данного модуля а если вы используете модуль simple а я думаю что вы его используете если смотрите мои видео и что стоит еще рассказать значит здесь у нас при покупке вы получаете год технической поддержки до бесплатный который входит в стоимость шаблона если вам по истечении этого года нужно будет дополнительная техподдержка она будет стоить половину стоимости лицензии то есть ее нужно будет приобретать отдельно и соответственно условия лицензирования как обычно один лицензионный ключ выдается на один домен до ключ можно активировать на тестовом или основном домене также по запросу они могут предоставить вам дополнительный ключ на тестовый домен для доработок это очень здорово а но мы теперь давайте с вами переместимся непосредственно демо витрину данного шаблона чтобы открыть демку как обычно да вот нажимаем вот эту кнопку чтобы перейти в админ панель а с настройками самого шаблона вы соответственно нажимаете кнопку админ панель а я думаю все все помнят все все знают поэтому давайте не будем тянуть время и перейдем непосредственно к самому шаблону к обзору его настроек и функционал а и так друзья давайте с вами перейдем к самой витрине шаблона простора и посмотрим какие здесь есть у него возможности начнем давайте самого простого я хотел бы вам показать здесь вот слева есть у нас быстрые настройки по изменению стилизации шаблона то есть мы можем выбрать различные вариации цветов посмотреть как у нас будет шаблон выглядеть в разные стилистики да давайте я вам покажу немного полистаю в этом можете самостоятельно сделать также перейдя на дымку шаблон я вам просто хочу показать да как и здесь есть возможности а также здесь можно выбрать какие-то свои вариации цветов то есть не обязательно использовать только встроенные вот эти вот готовые наборы схем вы можете указать просто какой-то свой собственный набор да и посмотреть как будет выглядеть с ним шаблон это очень кстати говоря удобно естественно здесь нужно выбирать цвета как вы можете видеть который у нас находится рядом да по градиенту но это уже дизайнер вам подскажут да какие цвета лучше всего выбрать конкретно для вашей тематики также здесь есть возможность изменить ширину сайта то есть по дефолту здесь у нас 1470 пикселей его ширина можно сделать поменьше то есть давайте поставим 95 да то есть как вы можете видеть у нас просто меняется вот размеры рабочей области до справа и слева соответственно появляются отступы небольшие когда мы уменьшаем ширину сайта а также что очень круто здесь можно выбрать довольно большое количество различных шрифтов а это я считаю тоже очень здорово потому что в большинстве большинстве шаблонов по open карту к сожалению нету возможности задавать какие-то уникальные шрифты понятно что это можно все а привязать сделать через стиле даты заплатить денег программисту она вот именно в таком удобном формате через админку поменять просто шрифт такое мало у кого есть ребята из 899 зенос молодцы что делают все для того чтобы клиенту было удобно менять настройки визуала потому что они на самом деле очень важны а дальше что у нас здесь есть можно поменять шапку сайта здесь у нас есть можно во-первых меню поменять до чтобы она была фиксированная либо плавающая я думаю понятно чем идет речь не буду это показывать и здесь есть различные вариации шапки сайта это всего сколько давайте посчитаем 3 4 5 6 8 целых 8 вариантов есть это конечно очень круто помню предыдущие версии шаблонов я смотрел с налогичными настройками возможно других разработчиков у них там было по моему порядка там трех максимум наверное пять вариантов здесь целых восемь давайте попробуем какой-нибудь выберем другой альтернативный вариант то есть у нас как вы можете заметить меняется шапка то есть выбираете тот вариант который вам наиболее всего подходит вот есть вот такой вариант интересный то есть вы можете видеть как сильно преображается у нас внешний вид магазина просто когда мы берем меняем одну настройку это очень круто далее давайте посмотрим а что мы можем еще изменить давайте сразу перейдем к низу сайта да то есть мы можем футер также поменять здесь у нас копы есть настроек три четыре пять шесть настройки стать говорил такая минималистичная настройка для футера тоже интересно посмотреть вот смотрите такого футера кстати говоря давно не видел очень интересный вариант и в каталоге мы еще можем поменять с вами настройки то есть можем например при добавлении товара в корзину чтобы у нас сразу открывалась корзина да сделать такую опцию либо подсказывать показывать точнее подсказку верху сайта что у нас товар был добавлен в корзину а также можно включить либо отключить фиксированные вкладки товара а и можем поменять расположение фотографии товара вертикально или горизонтально давайте вот это кстати говоря вариант мы посмотрим как это будет выглядеть мне было очень интересно глянуть что имеется у нас здесь ввиду сейчас нас вертикально да давайте на горизонтально поставим каталоги изменилось это может быть в карточке вообще не целью нет вот наверное в карточке имеется ввиду вот опция горизонтально давно сейчас мы сделаем вертикально не вас наверно сбоку появятся да вот то есть теперь они у нас сбоку фотки отобразились не очень понятно почему здесь но пишется про каталог расположение фотографии товара здесь надо было уточнить ребятам что-то в карточке товара каталоге я так понимаю что здесь вот эти вот вторые миниатюрки как бы да они отображаются да только они просто здесь меняются видите при наведении виде такой истории вот с данным функционалом я думаю более менее понятно что здесь у нас интересного есть также давайте здесь сразу рассмотрим у нас есть виджет с помощью которого клиенты смогут быстро и удобно писать прямо ваш мессенджер это очень круто то есть вы в настройках шаблона а ведь ему сразу идет переадресация на ваться давайте сейчас попробуем найти где у нас настройки данного виджета скорее всего разделе виджета у нас да и кнопки соц сетей нет ни шеер мессенджер вот пожалуйста мессенджеры то есть вот так вот здесь все очень круто и удобно выглядит включая модуль до выбираем позицию можно выводить в разных местах под сайтом под номерами телефона чат внизу слева или чат внизу справа и здесь какие у нас мессенджер есть вот пожалуйста фейсбук вайбер telegram skype ватсап почта электронной и вконтакте то здесь я так понимаю не все варианты 367 добавили до ни один какой-то не добавили я вот вам вам полный список показал какие здесь есть варианты можете потом еще самостоятельно все это дело посмотреть а итак друзья давайте с вами рассмотрим витрину нашего шаблона простор начнем как обычно сверху значит первое на что вращаем внимание логотип дать ниже здесь у нас выводится трехуровневое меню категорий то есть как вы можете видеть здесь у нас наверху есть еще дополнительные кастомные ссылки с правой стороны у нас выводится товара дня в таком прикольном виде формате да внизу у нас баннер еще даже меню можно вывести очень прикольно выглядит также у нас меню имеются иконки обратите внимание можно еще задать для каждой категории свои иконки и давайте по ссылочкам по верхней части пробежимся да здесь у нас есть раздел меню а нас давайте сразу заглянем посмотрим но здесь у нас какая-то рыба доставлена просто текст не отформатированный понятно что лучше так не делать политика безопасности вот здесь есть у нас обзоры кстати говоря очень интересный раздел это так понимаю уже непосредственно блок наш выводится есть у нас слева категория отображаются теги по которым мы можем фильтровать наши статьи давайте сами саму статью какую-нибудь откроем да вот который у нас есть посмотрим что она здесь интересного есть есть у нас также здесь даже слайдер замечательно то есть сразу нас цепляются фотки в отдельный слайдер всплывающих очень круто а далее мы можем с вами посмотреть еще раздел новостей заодно что у нас здесь имеется здесь у нас также выводится статьи вот в таком красивом формате но это даже не статьи это у нас какие-то рекламные такие баннеры получаются есть у нас кнопка поделиться можно также этими статьями и перейдем в раздел отзывы о магазине в отзывах у нас соответственно показывается рейтинг магазина количество отзывов а есть также у нас категория по которым идет оценка нашего магазина это скорость доставки цены качество товара а все эти категории как правило настройках можно добавлять свои собственные это мы еще попозже посмотрим сами настройки до модуля отзывов а также здесь у нас администратор может отвечать на отзывы до 100 и дату отзыва в принципе все как обычно да справа вот у нас идет форма непосредственно самого отзыва чтобы мы могли его оставить и давайте далее перейдем на страницу контакты посмотрим страничку контакты а здесь у нас используется как я понимаю яндекс карта то есть можно будет просто вставить код и у нас здесь соответственно она отобразится а также здесь можно вывести подробные реквизиты вашего магазина до контактную информацию и также есть у нас форма для того чтобы клиент мог задать вопрос а вот еще очень классная фишка данных шаблонов которые не нравятся то есть можем добавить несколько точек магазинов да если у вас несколько магазинов разных городах а вы соответственно можете добавить их настройках они у вас контакты здесь вот все отобразятся в таком прикольном виде значит далее у нас здесь отображаются телефоны здесь у нас можно указать два телефона я думаю настройках там их больше мы еще посмотрим а есть возможность естественно заказать обратный звонок такая форма есть у нас возможно здесь изменить валюту язык если у вас соответственно вы планируете несколько валют а или несколько языков добавить в магазин то данный шаблон поддерживает мультиязычность мультивалютность поэтому за этот вопрос можете не переживать и далее здесь у нас строка поиска да еще идет я еще ничего не ввел он уже показывает предлагает варианты со скидками прикольно кстати говоря обратите внимание здесь с правой стороны выводится у нас еще крупные фотографии товара это кстати говоря такого я чуть не припомню кого не видел то есть это получается своего рода быстрый просмотр причем еще в поиске то есть вы можете отсюда уже добавить товар в корзину или перейти просмотру вот такому на весь экран да то есть буквально там ввели что-то да какое-то название товара сразу можете отсюда его добавить корзину или просмотреть очень прикольно кстати говоря реализовано мне нравится и ниже здесь у нас вводится еще кастомные ссылки правой стороны у нас здесь выводится логотипы с брендами точнее бренды с логотипами здесь у нас идут категории а есть у нас раздел с акциями здесь у нас выводится все товары со скидками а и можно перейти в раздел с производителями до посмотреть как у нас здесь вводится здесь у нас все по классике логотипы по видном порядке здесь все понятно а итак давайте пойдем с вами дальше значит следующий у нас идет слайдер слайдер у нас как вы можете видеть здесь составной то есть делится на две части можно здесь в воде заголовки описание слайда цену ну и соответственно ссылку можно ставить да и например на категорию товаров назначать это в принципе все как обычно здесь внизу у нас есть агинация да то есть можем с вами менять наше слайд-шоу разные варианты есть можно здесь стрелочками да можно здесь внизу пойдем с вами ниже а здесь у нас дальше идет модуль историй сделан по аналогии как я понимаю с инстаграмом да то здесь у нас выводится такие рекламные можно сказать блоки в виде слайдов и мы с вами можем например на какой-нибудь кликнуть и и вот таким вот образом посмотреть его более крупную версию то здесь у нас также есть возможность проставить какие-то кнопки до которые у нас будут вести ссылки точнее говоря на страницу категории с товарами так вот это все просто выглядит и работает назначу даю нас идут стандартные блоки далее здесь в данном случае рекомендуем а здесь у нас выводится товары которые мы с вами назначаем настройках модуля в рекомендуемых есть у нас кнопка показать еще давайте с вами ниже опустимся далее у нас идет баннер рекламный то здесь мы можем ставить любые рекламные изображения до наших товаров так дальше у нас идут наше предложение но это все у нас идет это у нас получается аналог модуля там пять в одном да вот в большинстве шаблонов у нас таки используются здесь мы можем вывести например разные категории товаров скидки смартфона настройки чуть позже посмотрим есть у нас также здесь блок выводится можем нажать на кнопку показать все и просмотреть все статьи нашего блога блок мы уже с вами видели давайте вернемся посмотрим что у нас еще есть на главной странице а значит ниже у нас под блогом здесь выводится еще один составной баннер то здесь он уже такой более навороченный есть у нас два больших изображения да и два маленьких а выглядит очень прикольно далее у нас идет модуль с отзывами о товарах здесь если мы нажмем на ссылку до читать отзыв то попадем в карточку товара то есть того товара до по которой у нас вот за соответственно написан а далее у нас идут новости раздел новостей а также можем с вами перейти почитать новости это те же самые новости которые нас наверху были в шапке по ссылке да мы переходили уже с вами смотрели что у нас еще здесь интересного есть смартфоны часы топ продаж это то продаж классический то здесь у нас выводится товары наиболее покупаемые до в нашем магазине которым больше всего заказов а вот пожалуйста у нас есть стена категории выглядит очень прикольно такой стены категории я еще честно говоря нигде не видел не очень нравится здорово что сделали фон да то есть можно выбирать я понимаю настройках модуль любого цвета фон накладывать какую-то картинку дали для каждого из разделов и также у нас вот при наведении мышки да на какой-либо раздел срабатывает такая анимация на которая выделяет данную категорию выглядит очень интересно далее у нас идут отзывы о самом магазине их также мы уже с вами просматривали давайте сейчас вернемся обратно а а есть возможность у нас они же подписаться на рассылку также там можно баннер до какой-то ставить ну стандартный модуль с брендами а есть кстати говоря модуль преимуществ нашего магазина то есть там можно разместить различные изображения или иконки а ну и соответственно текстовое описание какое-то для модуль вы смотрели это в принципе много где у нас есть интересно кстати говоря что здесь есть у них возможность таймер до выводить для акционных товаров то есть вы можете видеть что у нас для акционных товаров здесь пишется срок сколько осталось до конца акции то есть нас получается будет немножко он подгоняется скорее сделать заказ а и сам внизу у нас выводится описание магазина в магазине да можно картиночку ставить то есть не просто голый текст выводится да с каким-то изображением таким презентабельным а выглядит очень аккуратненько так красиво а ну и в самом низу у нас получается футер вы наш дефолт надо здесь у нас выводится ссылки на различные категории ссылки на статьи нашего магазина ну естественно контакты ну и как же без ссылок в соцсети наши соцсети да здесь телеграмм инстаграмм вконтакте и внизу есть еще у нас иконки платежных систем до с которыми работает наш магазин так ну что я предлагаю рассмотреть теперь витрину нашего магазина шаблон простора и заодно мы пробежимся по настройкам которые у нас имеются а в админ панели до в настройках шаблона простор здесь в главном меню здесь к сожалению в демке не могу я скрыть боковую панель давайте по крайней мере сделаю немножко покрупнее чтобы вам было хорошо видно а и так здесь у нас несколько вкладок основных общий вверх сайта контент низ сайта виджеты его шаблоне информация значит какие у нас есть настройки ну первые настройки да здесь у нас выбирается папка шаблоном статус нашего шаблона и номера телефонов здесь мы можем принципе неограниченное количество номеров как я понимаю добавить здесь у нас добавлены сейчас демки два телефона и есть возможность сказать обратный звонок то есть у нас один телефон получается выводится в шапке остальные телефоны будут здесь вот по стрелочке свернутом виде что у нас здесь еще есть здесь у нас есть встроенная шаблон микроразметка по стандарту шема орг а также есть разметка opengraph это два разных стандарта и их оба поддерживают данный шаблон простор а также здесь есть возможность изменить ширину сайта эту опцию я вам уже показывал да также она доступна у нас здесь вот в общих настройках есть возможность здесь у нас вставить код мета тега но это делается для подтверждения вашего права на ваш интернет-магазин до в различных веб-мастере в общем яндекс метрики до яндекс веб-мастере точнее говоря и в google аналитики просто для подтверждения прав на ваш сайт и для того чтобы добавить в магазин в эти инструменты значит следующий раздел у нас здесь размеры картинок это у нас дефолтный раздел open картовский где мы задаем с вами размеры в пикселях для всех изображений кроме баннеров до слайд-шоу которые у нас присутствуют на нашем шаблоне здесь они все подписаны если по каким-то у вас возникают вопросы напишите я как-нибудь разберу подробно вот этот раздел чтобы было понятно да что почему значит али у нас идет раздел цвет и шрифт здесь в принципе все просто и понятно есть у нас заготовленные схемы цветовые которые мы с вами можем выбрать а также эти цветовые схемы мы можем здесь вот выбрать и также вы можете задать свою схему то есть выбрать любые цвета использовать свою схему цветовую и естественно можем выбрать шрифт я вам показываю доступные варианты шрифтов в данном шаблоне простора выбор довольно обширный то есть обычно я помню что в некоторых до шаблона которые до этого рассматривал в обзорах тоже были была возможность выбора шрифтов но там их было очень немного там наверное штуки 3-5 их было не больше а здесь их довольно таки прилично то есть есть из чего выбрать это очень хорошо а далее у нас идет раздел для разработчиков то здесь можно вставлять стиле до css изменять внешний вид а нашего шаблона и также сюда можно вставлять какие-то я вас крипты как правило сюда у нас вставляются различные инструменты типа жива сайта здесь можем выбрать в какой части сайта у нас будут выводиться наши скрипты а может также выбрать версию быстро по третью или пятую и также мы можем выбрать вы зилот у нас загрузка до при подгрузке изображений а при скроле то есть у нас появится анимация до что происходит загрузка изображений вот и есть возможность выбрать различные версии иконок фонд и вейсом а либо не использовать их вовсе а значит еще раз делать у нас вверх сайта ну здесь мы часть настроек уже рассматривали да здесь у нас получается есть восемь различных вариантов шапки заранее да уже скомплектованных то есть мы можем с вами выбрать из целых восьми вариантов вверх сайта ну и сразу низ я вам покажу здесь у нас получается 6 вариантов данного 2 поменьше но тоже очень много вариантов интересных это очень здорово а значит далее у нас есть опция также фикс меню можем фиксировать меню до чтобы она у нас прокручивалась вместе с нами да если мы скроллим а здесь у нас задан текстовый логотип то есть здесь не стоит никакой картинки просто текст указан также есть возможность загрузить любой другой логотип там формате png например и здесь ниже мы можем загрузить с вами в иконку в различных расширениях до 16 на 16 32 на 32 и 180 на 180 пикселей а идем с вами далее верхнее меню здесь у нас уже идут настройки наши вот этого верхнего меню в шапке там где написано нас блок новости и так далее и здесь у нас есть различные типы данного меню то есть можно задать какое-то подменю можно сделать кастомный список кастомный список и здесь вас автоматически подгружаются различные ссылки open карта дефолт на которые мы просто сюда можем буквально одним кликом вставить то есть не нужно искать их url адреса там узнавать на какие они просто берем например вставляем ссылку на партнерскую программу если она вам нужна в меню очень удобно и есть у нас еще главное меню а главное меню соответственно у нас это вот которая идет ниже вот эта вторая строка а то здесь у нас выводится категории все можно задать ограничения различные также можно выбирать различные типы а для меню то здесь у нас есть еще варианты выпадающего списка выпадающего кастомного списка и просто кастомный список а также здесь есть у нас возможность еще добавить различные элементы быстрые ссылки баннеры то есть я так понимаю это то что касается вот в принципе у нас здесь вот выводится с правой стороны там товары дня например да вот у нас быстрые ссылки нет вот быстрые ссылки на верху верхней части да и вот здесь вот внизу баннеры да у нас меню находится то есть вода у нас товар дня с помощью данного функционала как раз таки у нас это все реализовано в демке шаблона простор но мы с вами пойдем далее следующие вкладочку у нас это контент а и так 3 вкладку нос контент настройкой давайте ее рассмотрим наш контент это у нас относится уже настройки страницам категорий давайте перейдем например категорию 10 чтобы дом maze страниц со всеми категориями очень прикольно то здесь у нас выводится все категории нашего магазина давайте перейдем в категорию например электроника и рассмотрим ее более подробно а итак друзья давайте теперь рассмотрим фильтр до который у нас входит шаблон простор а единственный нюанс фильтр здесь у нас не имеет каких-то подробных настроек то здесь фактически используется фильтр встроенный сборку окстор 3037 дефолтный да и немного модифицированный при этом то есть силу настроек у нас здесь к сожалению этого фильтра никаких не будет здесь модифицировали добавили разработчики как я понял полузонок да здесь у нас в описании указано и добавлено аякс подсказка при фильтрации каталога она так понял что имеется вот эта подсказка которая всплывает да сколько товаров у нас выбрана для фильтрации например по цвету а и вот так вот фильтр у нас работа фильтр довольно шустрый работает хорошо то есть никаких вопросов по нему нету а значит что мы можем здесь сделать настроить есть у нас возможность задать количество элементов на одной странице да то есть как правило речь идет у нас про количество товаров да вот которого здесь по умолчанию задается также можем с вами задать ограничение количество символов выводимых в описании товаров это вот как правило для варианта с эскизом даже не с эскизом не с плиткой точнее говоря а вот для этого варианта то здесь у нас выводится название товара атрибуты выводится и какое-то краткое описание чем бывает далее у нас можно включить или выключить быстрый просмотр да вот этот глаз если мы на него нажмем у нас соответственно откроется фактически как карточка нашего товара полноценная а далее у нас есть возможность выбрать действие которое у нас происходит после добавления товара в корзину то есть если мы добавим товар в корзину у нас происходит открытие сразу корзина да можно также выбрать показ подсказки верху сайта то есть у нас будет товар закинется в корзину да и человек сможет продолжить свои покупки значит можно отображать таймер акции каталоге товаров вот здесь вот акции есть а вот вижу почему-то не везде этот таймер акции выводится то есть странно немножко а возможно это отдельно как для товаров еще задается пока не очень понял вот и здесь ниже можем еще выбрать варианты отображения плиток категории в каталоге по 3 в ряд по 4 и по 5 в ряд здесь по дефолту у нас стоит по 4 в ряд а ну вот у нас получается видите здесь у нас 4 получается колонки то есть вот у нас по 4 в ряд собственно и выбрана то есть имеется ввиду вот эта настройка про дочерние категории до которые здесь у нас выводится ну далее здесь у нас отображается вот эта вот сортировка до лимиты есть также у нас возможность выбрать вид каталога для компьютера и для мобильной версии отдельно это кстати очень полезная настройка здесь у нас задано по три товара в ряд до вот сейчас можно задать по четыре или по пять товара а далее у нас есть опция дополнительной информации вводить то есть можно например вывести код товара или производитель а здесь у нас выводится как вы можете видеть вот от товара дальше можно включить или выключить обязательную отключают обязательную регистрацию при добавлении товара список избранных вот это кстати говоря полезная фишка то есть если вам понравилось какой товар можно бах его в избранном добавить и не нужно регистрироваться до для того чтобы смотреть потом этот товар то есть мы быстро переходим закладки и можем видеть все товары добавлены в избранное очень здорово экономит много времени далее у нас есть настройка товары вывод категории товаров из под категории а значит это делается для того чтобы у нас вот в этой общей нашей категории электроника попадали все товары из категории например телефоны и смарт-часы то есть из под категории до которые входят в главную категорию электроника но как правило так и делают эту опцию включая для того чтобы просто было как можно больше ассортимент товаров человек видел в главной категории то есть если мы уже нужно сузить поиск он соответственно выбирает какую-то под категорию либо выбирает с левой стороны нужные фильтры вот и здесь у нас есть еще опция вывод дополнительных изображений товаров доп изображения у нас выводится в таком виде да то есть виде но здесь получается как слайдер своего рода да то есть мы просто введением мыши можем менять изображение дополнительные нашего товара очень просто и удобно и есть еще одна очень классная настройка это товары с нулевым остатком выводить в конце каталога то есть все товары наличие у нас будут выводиться сразу в верхней части каталога и это очень правильно забыл еще вам показать страничку сравнения товаров да чтобы вы могли посмотреть какие здесь фишки есть а значит если мы добавляем товары сравнения для того чтобы добавить товар сравнения давайте покажу что надо сделать а есть здесь вот иконочка добавить сравнение все очень просто и здесь у нас отображаются в сравнении можно выбрать либо все характеристики да и вот так вот где колонки можно сравнить характеристики либо можно выбрать и показывать только те характеристики которые отличаются у данных товаров то есть все одинаковые характеристики будут скрыты очень прикольная фишка и экономит очень много времени так перешли с вами в карточку товара выбрали здесь товар шлем значит здесь что мы можем сделать можем использовать краткое описание карточках товаров то есть можно отделить текст описание энтером в редактировании товара и краткое описание тогда у нас будет выводиться я так понимаю где-то вот либо над характеристиками да вот здесь в правой части возможно чуть выше где-то будет уводиться а здесь настроечка отключена поэтому точно к сожалению не могу сказать и можно задать прямо тег разделитель краткого описания да то есть сразу после этого тега у нас краткое описание будет заканчиваться далее будет уже общее описание то есть все что перед этим тегом у нас получается будет вводиться в краткое описание товара а далее у нас есть варианты для отображения опций в один столбец или два столбца тоже очень полезная настройка если у вас большое количество опций то есть здесь вы можете видеть у нас указано в один столбец до настройка то есть если у нас будет два столбца соответственно у нас опции вот если была бы еще одна какая-то опция здесь кроме цвета она соответственно вывелась бы где-то вот рядышком здесь вот справа так что у нас здесь еще интересного есть давайте посмотрим а значит есть настройка которая нам позволяет отображать цену опции либо отключать их можно также атрибуты выводить в один или два столбца а можно использовать различные эффекты увеличения изображения здесь их целых три штуки то есть вот при наведении да на картинку можете видеть что у нас появляется увеличение изображения до лупа и здесь есть несколько эффектов три варианта на выбор а значит также есть эффект увеличение изображения товара фэнси бокс то есть это так понимаю уже непосредственно когда мы открыли с вами изображение по клику и здесь еще одним кликом можем с вами увеличить изображение дополнительно далее мы с вами можем выбрать расположение фотографии товара вертикально или горизонтально ну эту настройку мы с вами смотрели дал нас дополнительные фотки сейчас выведены вертикально можно например сделать горизонтально под фотографии а также можно вывести вместо кода товара то есть можно вывести какой-либо другой другое поле например часто вот есть необходимость вместо кода товара выводить с ку это артикул нашего товара но также можете вывести какие-то другие поля если вы их используете карточки товара это у нас получается вот здесь вот вместо кода товара да здесь соответственно будет вводиться какое-то другое поле очень полезная настройка до многим она требуется на карте по дефолту к сожалению да нет такой настройки дефолтом шаблоне а далее у нас есть шаблон вывода рекомендуемых товаров слайдер рекомендуемый товар у нас выводится 10 где-то чуть ниже до обычно уберемся вот рекомендуемые товары то есть здесь от sony playstation вар у нас например выводится и здесь есть различные настройки можно выводить сетку по три товара по 4 по 5 товара в строке а также можно дополнительные изображения выводить для рекомендуемых товаров индексируемые отзывы можно включить индексацию отзывов для новых магазинов это очень полезная настройка и можно включить расчет стоимости доставки карточки товара очень интересно как это работает расчет стоимости доставки а вот смотрите стоимость доставки видите адрес доставки интересная настройка так давайте мне мне даже интересно стало ну давайте попробуем что-нибудь указать не очень понятно стоимость доставки каким сервисом он узнает то есть это просто через почту или что так 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 доставка с фиксированной стоимостью 5 рублей бесплатность так ну и вы стоим из 1 star а я понял то есть он у нас просто здесь дублирует информацию с наших модулей доставки если я правильно понял выводит вопрос только с какими модулями доставки будет совместима функционал то есть если у нас например стоит модуль доставки там того же сдэка или какой-нибудь боксбери а то есть будет будет ли у нас осуществляться просчет согласно вот тарифом да папе этой курьерской службы или не будет вот в чем вопрос настройка очень интересно это конечно зачет а также еще уточнил разработчик разработчик мне подсказал что функционал вот по расчету информации о доставке стоимость доставки да где здесь у нас просят ввести адрес то есть он у нас должен работать в принципе со всеми модулями сторонними да по доставке которые у нас работают в корзине если у вас модуль в корзине связаны с расчетом например сдэк или боксбери работает а то соответственно должен на и здесь он работать и выводить стоимость доставки до при указании данных по региону городу адресу там и так далее вот это очень круто я считаю что еще у нас карточки товара есть возможность добавлять видео с youtube а то есть просматривать это видео можно вот при клике здесь ниже под фоткой да то есть у нас здесь загружается видео и чтобы добавить это видео нужно перейти в раздел вкладки к товарам и здесь как вы можете видеть создана отдельная категория видео называется то есть здесь вам нужно будет выбрать шаблон вывода видео вкладка и соответственно для нужных категорий или товаров вам нужно будет ниже добавить youtube айди ну как youtube пойди здесь скопировать здесь собственно подсказки все написано я думаю что поэтому вопросов возникать не будет а действующий нюанс да то есть видео здесь она выводится только вот в этом месте я например привык что еще с видео нас отдельно вкладочка выводится видео но здесь такого шаблоне во всяком случае пока что нету а также мы еще с вами забыли рассмотреть функционал здесь есть еще модуль таблицы размеров то есть можно еще указать для товаров размеры и вывести соответствующую табличку если у вас есть если у вас магазин с одеждой то для вас вот этот функционал будет очень важен и полезен значит следующий у нас раздел это страница новостей а давайте перейдем на страницу новостей а вот у нас страницу новостей мы ее с вами уже смотрели а значит что у нас здесь есть здесь у нас есть возможность для этой страницы задать критически важно важные села настройки 7 это теги да это то этого description keywords и можно задать количество новостей которые у нас будет выводиться максимально на одной странице сейчас назад на 9 а также если у вас а несколько языков вашем магазине да для например английского также сможете задать эти метатеги а следующий у нас раздел это контакты давайте посмотрим и у нас есть настрой настройки для страницы контакты вот у нас страница с контактами да она же связаться с нами а также мы можем для этой страничке задать необходимые силам это теги это очень важно и здесь у нас есть возможность выбрать используемую карту здесь у нас стоит яндекс карта да как я и говорил можно выбрать google карту или вообще карту убрать страницы контактов а также здесь мы можем выбрать масштаб карты да то есть увеличение насколько у нас крупное будет приближение кнопки увеличения да можно включить отключить здесь что-то я их не вижу а вот они справа у нас есть кнопки увеличения уменьшения а можно какую-то подгрузить иконку для нашего магазина как я понимаю да здесь вот какая-то красная дефолт на стоит можно свою фирменную иконку подгрузить это очень интересно и здесь вот можно например ставить api ключ для google maps то есть я так понимаю а у нас google же да когда мы google карты используем без api ключа у нас карта не заработает яндекс карта у нас не требует api ключа google требует и здесь вот ниже мы с вами можем добавить огромное количество различных блоков с реквизитами они у нас соответственно выводится вот в этом месте наши реквизиты то здесь мы просто можем плюсиком взять добавить сюда необходимый заголовок текст текста и порядок сортировки задать и у нас в таком вот виде нескольких колонок а будет эта информация вся выведена очень удобно но мы с вами идем далее следующий у нас здесь раздел это заказ и регистрация так давайте рассмотрим следующие настройки это заказ и регистрация как у нас шаблоне простор происходит давайте сейчас какой-нибудь товар у нас есть товар казино сейчас перейдем туда нажимаем оформление заказа и вот таким вот образом у нас выглядит упрощенная форма для заказа здесь у нас есть несколько разделов блоков покупатель способ доставки способ оплаты также есть возможность сделать быстрый заказ и здесь можем указать наши контактные данные и выбрать необходимые варианты оплаты и доставки как вы можете видеть здесь есть у нас следующие настройки можно сделать можно оформлять заказ регистрации без регистрации можно включить или отключить поле с указанием адреса доставки а можно сделать ограничение минимальной суммы заказа а также можем с вами задать имена полей до для имени для фамилии то есть если вам нужно чтобы называлась как-то иначе да не имя фамилия что другое можно здесь то дело переименовать какие у нас еще есть поля е-мейл телефон значит компания поле адреса первого второго поля с городом поля с индексом поля с городом точнее говоря со стороной да и зона иди это я так понимаю зона иди скорее всего регион у нас до какой то вот вот такие настройки у нас есть форме упрощенного заказа я наверное все таки рекомендую для этого шаблона все-таки модуль simple ставить потому что потому что заменить модуль simple очень сложно там огромный функционал огромное количество возможностей и все делается намного удобнее и быстрее проще значит следующий у нас раздел идет это настройки блога блок мы с вами также уже рассматривали сейчас я его открою вот у нас был так вот он у нас выглядит и в блоге у нас здесь также есть я на сторону возможность задать силами то теги для страницы блогов а также есть возможность включить урл блога с категорией а значит далее у нас есть настройки отображать картинку вверху статьи блога разрешить отзывы отзывы от гостей отзывы без модерации также капчу можно настроить для интересно капчу здесь зачем это для того чтобы она видимо для комментария для поле комментария то есть чтобы люди заполняли капчу да чтобы у нас не было мусора до каких-то рекламщиков и спамеров вот это очень важно и карточка товара да можно отображать в товарах статьи которым они прикреплены вот это кстати говоря очень интересно то есть здесь еще можно прикреплять товаром статьи дату сделать какие-то обзоры на товары в нашем магазине если я правильно понял то карточки нашего товара если для него написана такая статья у нас где-то будет дополнительно будет видимо выводиться какая-то вкладочка до статья это мы сможем подробнее прочитать информацию про вот скорее всего здесь удачи у нас выводится вкладки с различной информации до характеристики отзывы вопросы-ответы доставка и оплата гарантия скорее всего еще появится раздел статья а вот рекомендуемые статьи например да у нас предлагает он что-то такое у нас будет и можно будет почитать подробную информацию обзор по товару интересное тоже решение а мы пойдем с вами далее далее у нас идет раздел страницы 404 то здесь ну если мы с вами перейдем по какой-то несуществующей странице давайте мы что-нибудь что-нибудь напишем да вот такое видим что у нас выводится страница не найдено изображение да и мы можем как я понимаю вот это изображение поменяется на свое какое-то фирменное корпоративная дата и ставить свою картинку далее у нас тоже со та же самая настройка есть для страниц успешного оформления заказа ну я сейчас не буду оформлять заказ до конца хотя давайте там у нас быстрый заказ вроде бы сейчас если у нас быстро заказ получится сделать вот заказ сформирован пожалуйста вот наша страница success да как здесь у нас написано успешного оформления заказа и также мы здесь можем картиночку какую-то свою вставить очень говорят очень прикольно и можно также здесь стоит у нас соцсети включить отключить здесь вроде соцсети у нас включены но честно говоря не пойму что тут имеется ввиду вроде никаких дополнительных ссылок соцсетей здесь не выводится возможно это еще отдельно нужно как-то настроить а следующая настройка это у нас письмо о заказе не очень понятно письмо о заказе кому это администратору или покупателю то есть как я понимаю здесь можно вставить какую-то дополнительную информацию и логотип который у нас будет попадать в письмо с заказом с шаблоном заказа до непонятно только для кого для администратора или покупателя возможно и для тех и для других значит далее у нас идет раздел отзывы о магазине давайте мы сейчас с вами его также откроем вот у нас этот раздел значит здесь мы также можем сел мета теги прописать данном разделе можем с вами а вот здесь у нас получается первый элемент второй элемент а это мы как раз таки можем с вами здесь категории для оценок указать три четыре четыре пять пять элементов у нас всего доступна для оценки в отзывах при необходимости ненужные элементы можно включить отключить вот и мы с вами планы перешли к футуру нашего магазина давайте к нему переместимся вниз а как я вам уже говорил ранее у нас здесь есть целых шесть вариантов футера или подвала есть возможность включить или отключить вот эти иконки соцсетей а также можно включить или выключить фиксированное меню на мобильных устройствах внизу можно задать текстовый логотип да здесь внизу вот выводится слева статус логотип внизу сайта можно дополнительно еще картиночку вставить и здесь у нас текстовый блок выводится это как бы описание нашего магазина да и копирайт также нас дополнительно выводится вот в этом месте внизу и здесь у нас также присутствует еще подраздел с платежными иконками то есть можно абсолютно любую вставить до загрузить свою картинку указать название ссылочку а также можно выбрать как у нас будет эта ссылка открываться в новом окне или в текущем окне а вот они у нас вот здесь вот справа внизу эти платежные иконки представлены и также можно здесь еще задать свое уникальное нижнее меню а по функционалу здесь все очень прикольно то есть можно сделать ссылки до выбрать какие-то ссылки существующего с наших существующих статей или можно например html блок какой-то себя хтмл контент ставить то есть можно например сюда вставить какую-нибудь мини карту да где вы там находитесь чтобы клиент сразу видел эту информацию на главной странице ну и мы с вами переместились к вкладочке виджеты давайте теперь рассмотрим последнюю вкладку в настройках да это касаемо виджетов а итак первый виджет который у нас здесь есть это заказ обратного звонка заказ обратного звонка я вам уже показывал вот здесь вот он у нас находится какие у нас есть настройки можем кстати говоря капчу здесь добавить это очень хорошо и включить оповещение email администратор магазина следующий виджет это нашли дешевле настройки осмотритесь абсолютно такие же а нас ли дешевле это виджет который у нас располагается карточки товара сейчас я вам покажу значит открываем любой товар и здесь у нас есть ссылочка нашли дешевле здесь вот справа и вот так вот у нас выглядит форма то есть ее клиент заполняет указывает ссылку на товар и отправляет в магазин в магазине есть отдельный раздел есть для обратного звонка и для раздела нашли дешевле то есть все заявочки которые клиент оформляет они попадают вот в данные разделы а далее у нас идет подписка на новости подписка на новость у нас также мы с вами смотрели на главной странице находится это практически в самом низу насколько я помню да вот у нас подписаться на рассылку и вот здесь мы можем с вами настроить изображение да там любое заменить здесь указать необходимый заголовок под заголовок можно настроить на свой лад все это дело далее у нас идут дополнительные ссылки виджет с дополнительными ссылками а значит смысл этого раздела в том что мы можем сюда добавить кастомные ссылки абсолютно любые да со своим адресом и настройки нашего шаблона до простор то есть когда вы например будете здесь в меню что-то редактировать и вот здесь вот искать ссылки то есть вот здесь вот кастомные ссылки добавлены вашими вот они вот здесь он будет находиться в разделе дополнительные ссылки то есть вам не нужно будет их заново прописывать вы их просто здесь кликом выбираете да и они у вас все автоматически вставится все это очень удобная тема на самом деле далее у нас идет раздела соцсетями соцсети у нас выводится здесь вот в нижней части страницы справа в футере какие у нас здесь есть соцсети ух сколько здесь соцсетей обалдеть столько соцсетей еще честно говоря ни разу не видел здесь просто их я не знаю на скидку как будто штук 20 наверное не больше наверно 25 даже просто огромное количество соцсетей выбираете нужные вам соцсети название до задаете ссылки если я правильно понял здесь не нужно подгружать изображение то есть картинки автоматически откуда-то сам подгружает вставляет потому что здесь я не вижу возможности вставить изображение это очень круто что они под запарились для каждой соцсети сразу загрузили базу картинок то есть вам не придется с этим ломать голову и сразу можно выбрать нужные соцсети очень удобно далее у нас идет функционала кнопки соцсетей или поделиться share здесь у нас используется специальный сервис adddys.com и здесь с помощью данного сервиса мы с вами можем создать свой набор здесь регистрироваться нужно вам сейчас не буду показывать может быть отдельно потом обзорчик сделаем на этот сервис значит здесь можно просто с помощью данного сервиса создать свой набор соцсетей с с кнопочками да вам сервис предоставляет код то есть вы сюда вот этот код вставляете и потом у вас там где вот в настройках мы с вами смотрели до была опция включить соцсети или выключить то есть будет выводиться вот этот код с иконочками соцсетей чтобы можно было поделиться допустим вот какой-то статьей в блоге да или карточкой товара очень тоже полезный функционал для для раскручивания да уже фактически вашего магазина соцсетях значит далее у нас идет раздел со стикерами стикеры давайте посмотрим вот у нас стикеры да тут есть акция популярный хит продаж то здесь у нас автоматически стикер новинка например есть данного у нас выключен для новинки например можно задать период в течение какого времени да у нас товар будет считаться новинкой а есть стикер для акции до в процентах хиты продаж стикер популярный товар успей купить единственное что я не вижу это возможность сделать цветовое оформление стикера на свой лад то здесь как бы я так понимаю только в стилях можно будет это прописать самостоятельно до настройках здесь к сожалению цвет для стикера свой какой-то выбрать нельзя а значит далее у нас идет раздел быстрый заказ быстрый заказ это у нас сейчас я вам покажу где кнопка находится в карточке товара а вот у нас пожалуйста есть кнопка быстрого заказа то есть указываем мими телефон комментарий и можем отправлять сразу в админку администратору заказ можем кстати с вами выбрать здесь капчи еще указать для оформления быстрого заказа можно задать статус заказа который у нас будет присваиваться нашему заказу до после того как он соответственно будет оформлен группы покупателей можно задать значит здесь у нас еще есть настройки полей которые вот здесь вот у нас форме выводится да это имя поле поле email и поле телефон она еще поле с комментария а также можно задать обязательность и необязательность наших полей а мы с вами идем далее вот это вот очень интересная настройка купить в кредит сейчас очень на самом деле актуальна эта тема я кстати говоря одному из клиентов как поставил модуль купить в кредит вот тинькофф банка ну там отдельный модуль то есть идет надо его устанавливать адаптировать под шаблон а здесь у вас уже в шаблоне идет этот модуль абсолютно бесплатно то есть он входит шаблон вы за него абсолютно ничего не платите то есть фактически здесь это функционал отдельного модуля то есть вы здесь указываете что пойди шоу кейс айди то есть это значение api от тинькофф банка до сервиса купить в кредит которые вы указываете из личного кабинета копируете тинькова здесь вставляете также пароль еще указываете можно какой-то текст рядом с кнопкой еще указать и у вас автоматически будет здесь рассчитывается сумма начиная от которой до человек может в месяц купить данный товар сейчас это мне кажется один из самых таких полезных функционалов да вот то что я в шаблоне увидел сейчас это мне кажется для многих будет актуально учитывая наше время непростое так следующий нас раздел это кнопка наверх кнопка наверх это у нас где нужно перематывать просто нашу страницу да вот она слева у нас идет то есть мы когда внизу страницы мне нажимаем и быстренько возвращаемся наверх а можно выбрать позицию слева или справа далее у нас раздел с персональными данными а но здесь мы смотрите с вами добавляем статьи например при заказе обратного звонка это будет текст согласия на обработку персональных данных да то здесь мы должны выбрать вот так вот например то же самое да для формы подписки согласия на обработку персональных данных ну и так далее то есть здесь например согласие павел и куки политика безопасности да думаю понятно о чем речь то есть здесь когда клиент у нас оставляет свои личные контакты в какой-либо из форм нашего шаблона то он соответственно соглашается с условиями нашего магазина по использованию до этих данных что мы их никому не разглашаем третьим лицам и так далее я думаю понятно чем речь значит далее у нас идет раздел с настройками аналитики вот это очень интересно что они их сюда в эти настройки прямо общие шаблоны положили обычно они у нас шли в настройках расширений и вот здесь это все дело было в каналах продвижения они сейчас отсюда убрали да похоже да то здесь у нас нет аналитики она у нас теперь сюда переехала здесь у нас получается есть возможность настроить цели для яндекс метрики то есть используя идентификаторы наших событий то есть когда мы создаем цели яндекс метрики нам нужно вот этот код событий скопировать и в яндекс в мастере в метрике точнее говоря добавить при создании цели и тогда вот эти наши цели по обратному звонку когда товар добавлен в корзину ну и так далее да все эти цели будут срабатывать и соответственно в нашей аналитике в метрике отображаться вот это на самом деле очень прикольно что есть этот функционал то есть по умолчанию чтобы понимали этого панкарте нету и как правило разработчикам платят дополнительную денежку чтобы они вот эти события прописывали для нужных действий которые производятся в вашем магазине чтобы это потом можно было все отследить и посмотреть в аналитике очень крутая тема значит далее у нас идет раздел с мессенджерами а это у нас настройки касаемо вот этого раздела значит здесь мы с вами выбираем мессенджер до который хотим выводить дал по данной кнопочки и указываем идентификаторы обратите внимание что идентификаторы здесь должны быть указаны в определенном формате да то есть ватсапа там это номер телефона у телеграма там идет название аккаунта то есть это тут нужно почитать да что должно быть указано далее у нас идет последний здесь раздел 18 плюс контента это у нас будет всплывать при включении окошко до при заходе на сайт и будет спрашивать подтверждение о том что исполнилось на 18 лет или нет то есть для тех у кого интернет-магазины на тематику 18 плюс это тоже маст хэв по закону вот так же можно здесь текст кнопки да еще указать да уже есть 18 или нет покинуть сайт ну в принципе и все до последняя вкладка у нас здесь эта информация просто о шаблоне о версии шаблона о контактах техподдержки и лицензионное соглашение по данному шаблону а и так что мы с вами здесь еще не посмотрели а значит раздел с обратным звонком мы с вами видели нашли дешевле тоже видели а значит раздел вопрос-ответ сюда она скорее всего попадают вопрос-ответы это что касается вопросов о товаром в карточке здесь если мы начнем дело пролистывать вот у нас есть вкладка вопросы и ответы то есть клиент который задает здесь вопросы они соответственно попадают в этот раздел есть также у нас раздел отзывы о магазине но здесь я думаю понятно есть раздел отзывы о магазине соответственно все эти отзывы подают вот сюда и здесь мы с вами можем их соответственно прочитать подредактировать при необходимости там какие-то ошибки и так далее есть у нас раздел подписка на новости до Люди, которые у нас подписались, автоматически попадают в данную базу, в данный раздел. И вот здесь вот еще очень классный есть модуль. Это наборы. Здесь есть возможность задавать фирменные наборы товаров, при покупке которых клиент будет получать скидку. То есть давайте, например, посмотрим, как это у нас работает. Первый набор, например, давайте найдем этот товар. Посмотрим, как у нас этот набор выглядит. Откроем товар. И где-то здесь у нас, по идее, должен будет отобразиться набор. Да, вот, пожалуйста, у нас набор выводится. То есть при покупке часов, да, вот у нас айфона и, например, шлема, идет акция комплект со скидкой, да, то есть вместо вот этой цены у нас будет вот эта цена, экономия такая-то, и тут же кнопочка купить. Очень крутой и полезный функционал. Опять же, это наравне вот с кредитом, да, от Синькофф банка. У меня в магазине вы тоже могли видеть подобные комплекты набора. А учитывая тот факт, что сейчас модулей по комплектам нормальных нету, то есть тот модуль, который у меня в магазине, например, стоял, то есть сейчас он, к сожалению, уже не продается. Там разработчик с Украины, насколько я помню. А здесь у вас по дефолту в данный шаблон уже входит данный модуль с комплектом. Это очень здорово и очень классный модуль, который позволит, во-первых, увеличить средний чек, да, в вашем магазине у вас клиент будет сразу несколько товаров покупать. А во-вторых, клиенту это тоже будет интересно, потому что он будет получать скидку при покупке сразу нескольких товаров. Вот, то есть все выигрыши, и это классно. Следующий у нас раздел, который здесь присутствует, это новости и акции. Здесь, соответственно, мы можем зайти с вами и добавить или подредактировать какие-то текущие статьи нашего раздела с новостями. А далее у нас идет раздел с вкладками к товарам. То есть здесь мы можем добавить с вами какие-то дополнительные вкладки. То есть здесь, например, есть дополнительная вкладка «Доставка и оплата» и «Гарантия». Вот они у нас вот здесь присутствуют. Что очень классно, здесь есть привязка к категориям. То есть можно привязать даже к конкретным товарам эти вкладки. Можно привязать к товарам в брендах и категориям. Очень классные настройки, тоже очень полезная опция. И далее у нас идут настройки касаемо блога. То есть это статьи нашего блога, можно редактировать. А также у нас здесь есть возможность создавать категории. Можно создать галерею с изображениями. Это тоже очень здорово. И также у нас есть возможность читать здесь отзывы, добавлять в наш блог. Вот что касается основных настроек шаблона «Простор». Точнее говоря, модули, входящие в комплект. А давайте мы еще посмотрим, какие у нас здесь есть модули. Значит, я вот так вот их открою. Это у нас главный слайдер истории, карусель брендов, категории, категории блога, модуль блога, наборы, новости. Облако тегов, кстати говоря, здесь еще есть. Это тоже очень прикольно. Отзывы, да, преимущество магазина. Вот еще можно посмотреть промо-блог. Ну, здесь много, ребят, этих модулей. Давайте я вам просто выборочно несколько покажу. Да, вот, например, настройки главного слайдера. Чтобы вы понимали, да, какой здесь у нас имеется функционал. То есть здесь мы можем задавать, ну, понятно, что разрешение наших изображений. То есть делать можно слайдеры составные. То есть вы можете видеть здесь, что они с двух частей состоят. Добавлять тексты на слайде, выбирать фон, задавать нужную ссылку. Можно делать изображение на весь слайд. То есть чтобы у вас вот эта картинка, она как бы не отображалась. Вот. Далее у нас есть еще настройки вот этого блока с историями. Тоже очень, кстати говоря, интересное решение. Вот этот вот блок. Вот. Здесь можно задавать, получается, картинку, текст, фон выбирать, да, расположение блока, ну, и ссылочку. Здесь, в принципе, все. Довольно просто и понятно. Крусель брендов. Ну, это у нас стандартный, да, раздел с производителями. Категории. Блок с категориями. Категории блога. Модуль блога. Наборы, новости. Преимущества. Вот преимущества магазина, да, кстати говоря, как выглядит, тоже вам покажу. Ну, я думаю, что те, кто смотрит мои видео достаточно давно, они, в принципе, с многими из этих модулей уже знакомы. Ну, и вот есть, например, настройки промо-блока, да, с баннерами. Промо-блок – это который у нас выводится, составной, вот этот вот вариант. То есть, вот так вот выглядит, например, его настройки. Давайте, наверное, на этом разбор самого шаблона, его настроек мы закончим и перейдем к технической части. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим технические особенности шаблона «Простор». Для начала я вам покажу особенности, которые указаны в описании самого шаблона, да, что у нас здесь есть. Во-первых, данный шаблон поддерживает новый формат изображений, WP-изображения. WP – это более сжатый формат изображения, новый современный формат. В отличие от PNG и JPEG, он намного быстрее загружается, да, меньше весит. И современные интернет-магазины все используют именно этот формат изображения, поэтому очень круто, что он здесь есть. Далее, наш шаблон умеет работать с SVG-графикой, то есть, мы можем подгружать, вставлять логотип в формате SVG. При этом у нас он будет соответствующим образом адаптироваться, да, в зависимости от разрешения. Это тоже очень здорово. Далее, наш шаблон поддерживает несколько видов микроразметки, да, это Shem.org, OpenGraph. Также имеет стопроцентно валидный код, а также шаблон имеет высокую скорость загрузки. Что касается быстродействия, я вот проверил шаблон в сервисе Google PageSpeed Insight. Значит, он мне выдал показания для мобильных устройств 87 и для компьютера 98. То есть, показатель довольно высокий. И хочу обратить ваше внимание, что PageSpeed Insight, показатель также имеется у нас еще в карточке товара. Вот здесь вот он обновляется раз в сутки и сюда выводится прямо в описании. Ну, показатели бывают немножко отличаются. В зависимости от того, как Google захочет, иногда они отличаются на несколько единиц. То есть, там, 2 на 3, там, ну, может быть, и больше бывает. Вот, поэтому сильно зацикливаться, да, вот на этих цифрах не стоит. То есть, это такие средние показатели, так скажем. Дальше у нас идет сервис Pingdom Tools. С помощью данного сервиса можно проверить, насколько вообще у нас шаблон быстро загружается, да, какое у него время загрузки. Вот у нас сервис выдал, что оценка А – 93 балла, вес страницы 1,6 мегабайта, а время загрузки 5,35 секунд. Ну, здесь такое время загрузки, он показывает довольно высокое. Оно может быть связано с тем, что выбран сервер, да, не самый ближайший, да, это Германия-Франкфурт. Также у нас сейчас есть из-за санкций определенные проблемы с зарубежными серверами, да, поэтому вот это время загрузки при расположении сервера на хостинге в России, да, оно будет значительно ниже. Значит, далее у нас есть еще сервис для проверки оптимизации, да, для мобильных устройств. Ссылочки на все эти сервисы я как-то оставлял. Ну, если вам будет интересно, да, я также их продублирую в описании к этому обзору. Значит, здесь у нас сервис выдает, что страница удобна при просмотре на мобильных устройствах. То есть прошел у нас проверку на адаптивность для мобильных устройств. И последний сервис, который я вам покажу, это как раз-таки то, как у нас выглядит шаблон на различных мобильных устройствах. Сервис называется iLoveAdaptive. Очень удобный, очень он мне понравился. То есть здесь он очень простой, да, вы указываете URL-адрес сайта, который нужно проверить. Здесь галочками отмечаете телефоны, которые вы хотите посмотреть, да, как будет выглядеть на той или иной версии телефона. И вот здесь вот с левой стороны можно выбирать различные устройства, да, вот слева сейчас по умолчанию выбраны телефоны. А также можно выбрать планшеты, да, вот так вот галочками отметить. И, собственно, у нас подгружается наш шаблон на различных планшетах. Вот. И все это дело проверить, более обстоятельно потестировать, посмотреть, как там кладется товар в корзину, оформляется заказ и так далее. Я сейчас, естественно, этим заниматься не буду, потому что, ну, на это просто очень много времени уйдет. У нас видео и так очень длинные получаются с обзорами шаблонов. Вот. Ну и последний здесь раздел устройств, да, это уже, соответственно, разрешение на ПК-версиях. Также выбираете нужные вам разрешения. Можно также указать свой размер, который вас интересует, вручную прям забить ширину и высоту в пикселях. И посмотреть, как будет отображаться шаблон для нужных вам разрешений. В принципе, на этом, ребята, у меня все по данному шаблону. Ну, пишите ваши комментарии или вопросы, если у вас есть по данному шаблону Простор. Либо я, либо разработчик шаблона обязательно на них ответим. Также ставьте пальцы вверх, если вам понравился этот обзор. Отвечая на вопрос, стоит ли этот шаблон своих денег, однозначно стоит, по моему мнению. Здесь есть отличные фишки, которые мы с вами рассматривали. Собственно, что я еще хотел дополнить по шаблону Простор. По большому счету, наверное, все. Сейчас мне разработчик еще сказал, что готовится обновление данного шаблона. То есть, там будет добавлен еще некоторый функционал относительно настроек в мобильной версии шаблона. Ну и другие фишечки. Я думаю, что как только разработчик выпустит обновление шаблона, я сделаю об этом новость в соцсетях ВКонтакте и в Телеграм. С указанием того, что у нас добавилось, какие у нас появились новшества. Всем спасибо за ваши просмотры. Буду потихоньку входить в темп и стараться, как раньше, раз в неделю делать для вас интересные обзоры. В следующий раз, я думаю, мы рассмотрим новинки модулей, которые у нас были. Ну и также, я надеюсь, что Владимир Михалицын, да, его видосики вам зашли, понравились. Продолжит свою серию обучающих видеоуроков по SEO. Вот, ну и возможно по два видео в неделю, да, у нас будет получаться, на канале будут новые выходить. Вот, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотры, ребят. Всем пока-пока. На этом все. Спасибо вам за внимание. Все ссылки из видео указаны под видео в описании. Палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии и предлагайте темы для следующих видеоуроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok